Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на легком танке Т-49. Бой произошел на карте Степи. И в этом бою есть два примечательных, интересных факта. Первый из них, это игрок, сражается на стоковом орудии, что довольно необычно. Но я сам играл на этом стоковом орудии. И на самом деле оно мне понравилось больше, чем фугасница. Хотя фугасница более такая фановая и порой может сильно удивить как врага, так и владельца танка. Ну а второе, это то, что игрок практически не использует голду. Ну, четыре кумулятивных снаряда, учитывая, что у него фиолетовая статистика, это почти что не в счет. Я не знаю, нормально ли ему играется без голды. Но, в общем, молодец. Фиолетовые статы играть без голды, это похвально. Многие, я думаю, это оценят позитивно. Ну и стоит отметить, что начало боя не самое динамичное. Все-таки играет статис, но обещаю, что в конце боя и в середине будет гораздо динамичнее, бодрее и интереснее. В принципе, я бы так же поступил, как и игрок. Я бы тоже стал, наверное, где-то тут. Потому что, как правило, на этой карте в начале боя подставляется именно по центру. И не стоит недооценивать прострел по центру, потому что частенько какие-то неопытные враги тут лезут, светятся и можно на халяву нанести им урон. Вот сейчас повезло, конечно, нашему Т49, потому что по нему кто-то выстрелил и в итоге попал всего лишь в гуслю, хотя мог бы и с уроном попасть. Ну и игрок, конечно же, не спешит отсюда уезжать. Есть еще цели. Его тайм-экс 13-90, например, тут светится. Правда, его пока что не видно. Он там в укрытии находится, но тем не менее, рано или поздно он выйдет все-таки и удастся дать ему плюху. Вот, противник подставляется и игрок наносит ему урон. Ну, тактика весьма простая, но эффективная. Со времен еще, наверное, старых танчиков она работает, встал где-нибудь в кустах и настреливаешь урон. Сейчас, благодаря новому балансеру, все-таки ЛТ, ну, довольно-таки неплохо заходит, даже без голды, потому что есть много картонных целей, других ЛТ тех же и так далее. И играть стало проще, плюс чаще кидает в топ на том же девятом уровне на ЛТ. Ну, в принципе, гораздо приятнее стало играть. Ну, то есть, девятый это почти как восьмой раньше. Это я имел в виду. АМХ 13-90 сорвался и уехал тут, но, в общем, наш герой пытается все-таки его как-то подамажить. Но не особо это и получилось. ПТ-шка перекрыла весь прострел. Тем не менее, еще удается тут накинуть Ваффентрагер ПЗ-4. И вот только сидя в одном месте, игрок нанес почти 3000 урона. Это вполне неплохо. Ну, а сейчас он все-таки решает покинуть эту позицию и едет по центру. Ну, действительно, уже пора предпринимать какие-то действия активные. Хотя, вроде бы, обе команды сейчас вровень идут, но все может быстро измениться. Итак, игрок нападает на ПЗ-шку и дает ей хорошую плюху фугасным снарядом. Также еще и пробивает арту вражскую. Вполне неплохо. И в итоге отправляет ее в ангар. Ну, вполне неплохой. Раш получился по центру. Ну, тут, конечно, арта все-таки накидывает нашему герою. При этом прямым наносит, ну, конечно, не так уж и мало урона. Но, тем не менее, наверное, раньше она бы еще больше урона нанесла. Да-да, наш статист замечает ИСУ-152 и пробивает ПТ-шку в борт. Ну, и после этого ПТ-сау прячется. Игрок переключается на японца ОХО. Противник с фугасницей мажет и есть некоторое время, чтобы его пробить. И получается это сделать даже без использования голды. Ну, вот уже в лоб, особенно в башню, пробить без использования голды довольно проблематично. Игрок решает не вступать в конфликт с ОХО. Но пока что, по крайней мере, нужно найти более такой хитрый способ. Все-таки это ЛТ. И далее наш герой замечает, что ОХО все-таки отвлекся, повернул свою башню, но даже в борт башни пробить его не получается. Вот такие вот дела. Ну, и тут рядом катаются там борщи, так что не очень-то и безопасно стать долго на одном месте. Они все-таки могут и выехать, и дать плюху. Но пока что они этого не делают. Все-таки борщи, они, сами понимаете, не любят куда-то ехать и покидать свои уютные кусты. Ну, и игрок дал борщу урон, после чего решил ретироваться. Тут по пути он чуть не перевернулся, но, к счастью, все обошлось. И он пока что уезжает. Но по пути замечает тут АМХ-13-90. Барабанный танк 9 уровня, французский, очень опасный. Сейчас просто настоящая имба. И очень, конечно, будет глупо вступать с ним в конфликт. Нужно, конечно, его забирать по возможности. К тому же он сейчас уже, скорее всего, шотный. Если фа нормальная пройдет. Но лучше сделать это издалека, а не сблизи. Потому что, сами понимаете, может быть и рикошет, а потом 90 просто в тебя весь барабан всадит. Но, к счастью, союзник на Ягдпантере забирает 90-ка и уже игрок едет дальше. На базу тут встречный бой. База одна. В типичном месте, где, в общем-то, часто и происходят всякие тащунские моменты. Сколько я уже боев показывал, как быстрые танки тут нагибают. И все примерно по одной и той же схеме. Но вы сейчас все увидите. Итак, игрок решает отстреляться по борщу, пока есть засвет. Но, к сожалению, мажет. И едет он к базе. К сожалению, фугасов нету. Может быть, даже стоило бы их чуть побольше брать. Раз игрок не особо использует голду. Ну и начинает он дамажить борща. Противник явно этого не ожидал. Как-то лениво очень среагировал. Ну и помогла арта, добрала борща. Конечно, получать плюху от ПТСА очень не хотелось бы. Ну и тут показывает себя новая арта. Посмотрите, какой сплэш. Раньше бы она, наверное, скорее всего, даже не достала бы нашего героя. А тут наносит ему 379 урона. Ну, в общем, в новой арте есть как свои плюсы, так и минусы. Итак, засвечивается борщ. Игрок попадает по нему. Наносит урон неприятелю. Но решает сейчас не ехать за врагом. А едет на центр. Скорее всего, ищет арту. Ну, сейчас арта, на самом деле, для ЛТ действительно опасна. Потому что она обладает огромнейшим сплэшем. А так как броня у ЛТ довольно хлипкая. Ну, скажем так, не особо толстая. Из-за этого урон по ЛТ проходит большой. И арте несложно, в принципе, сплэшем достать ЛТшку. Ну и вот она арта. Игрок дает ей плюху. Ну, конечно, нельзя на нее подставляться. Но игрок аккуратно, с опытом подъезжает и забирает арту. Но это не помогает. Она все-таки дает ему дамаг. 409 урона. Ну, дикий сплэш сейчас у арты. Что поделаешь? То есть, с одной стороны, арта сейчас не наносит прям такого огромного урона, как раньше. Но, с другой стороны, своим сплэшем тоже может раздражать иногда. Но, мне кажется, это лучше, чем баншоты. Итак, игрок все-таки смог забрать арту. И сейчас ему предстоит бой против двух танков 8 уровня. Очень опасных. И, конечно, игрок обладает хорошим опытом игры. Он знает, как нужно действовать в такой ситуации. У него крутой танк, быстрый и с хорошим орудием. Но, все-таки, у него практически нету прочности. И, к тому же, ошибки он тоже может совершать. Так что, все на волоске, скажем так. Может быть и слив. Ну, и два противника стали на захват. Теперь ясно, где они находятся. Игрок без, в общем-то, каких-то там ожиданий едет на сбитие захвата. Тут он решил зарядить уже кумоды. Потому что они могут потребоваться для того, чтобы пробить японца, у которого довольно толстая броня. Аккуратно игрок высовывается. Засвечивается борщ. Приходится по нему стрелять кумодам. Ну, урон проходит все равно. Какая разница? Хотя фугасом было бы вообще четко стрелять в корму борщу. Ну, в любое место он там пробивается. Только может гуслями сожрать урон. И посмотрите, что игрок делает. Просто топ-хитрец. Сначала взял, уехал в засвете. Ну, сделал вид, что уезжает. А на самом деле вернулся. И борщ купился на этот трюк. Игрок дает ему плюху. Казалось бы, как можно повестись на такой дешевый трюк еще раз. Но игрок, видимо, фиолетовый хорошо знает таких вот не особо скилловых игроков рыжих. И поэтому совершает опять то же самое. Но на этот раз борщ хотя бы додумался спрятаться за танк. Но чудом удается его уничтожить. Я уж не знаю, как он попал. Просто ВБР ему благоволит сегодня. Ну, и осталось разобрать ОХО. Как вы можете видеть, статистика у японца тоже не особо-то и крутая. Ну, такой обычный игрок. Как среднестатистический, может быть, даже чуть похуже. Ну, и наш герой решает объехать уже на этот раз с другой стороны. Основная проблема заключается в том, что у японца толстая броня. Но с другой стороны, в борта он пробивается даже под калиберами. К сожалению, не удалось противника с первой плюхи пробить. Но второй выстрел оказался результативным и зашел в башню. Но кумелей больше нету. Как я уже сказал, игрок особо голду не использует. И приходится сейчас справляться под калиберами. Снова этот трюк. Игрок сделал вид, а потом поехал обратно. Ну, и тут просто no comments. Просто как можно было промазать в данной ситуации. Ну, я говорю про уху. Я не знаю, мог бы он поточнее выстрелить. Ну, не то, что я болел за этого уху. Но просто в данной ситуации у него были все шансы снять Т49. Ну, и хороший бой выдался. 6571 урона, 4 фрага, 29 тысяч серебра. С лишним игрок даже смог нафармить с премом. Из-за того, что не использовал много голды. 2075 опыта он получил. Ну, и по-моему, очень даже прикольный Т49 со стоковым орудием. Ничем, по-моему, это орудие не уступает фугаснице, кроме фановости. Но это кому что, как говорится. Спасибо, друзья, за просмотр. Если видео вам понравилось, то не забудьте его оценить. Ну, и также поставьте лайк или дизлайк. Ну, и также напишите комментарий. Желаю вам удачи. Пока.